Как Вы оцениваете текущую обстановку в Евросоюзе? Какие основные проблемы существуют и какие ответы на них тоже есть? Я думаю, что нынешнее положение дел в Евросоюзе вполне нормальное. В плане того, что ненормального очень много, но это не только проблемы Евросоюза. Мы видим в целом мире финансовый кризис, экономический кризис, меняющийся положение дел в целом, международных отношениях, возникновение новых центров влияния, как Китай, Индия. В целом Азия уж точно влияет на те события, те решения, которые принимаются в разных уголках мира. Я бы сказал таким образом, что это не первый кризис для Евросоюза в целом, но это первый кризис для Евросоюза. Евросоюз существовал во время Холодной войны, Европа была за кордоном. Я думаю, что проходя через этот кризис, я думаю, что мы соложим новый фундамент или более серьезный фундамент для сплоченности на континенте в Европе. Будь то маленькое государство или большая в Евросоюзе, я думаю, что все понимают одинаково, что нет возможности даже для таких государств, как Германия или Великобритания, сегодня быть мировыми державами без Евросоюза. Мы должны работать на то, что действительно этот рынок, который довольно большой, 500 миллионов людей, это, конечно, одна треть Китая или немножко больше, чем одна треть Китая, но все-таки это имеет очень хороший потенциал к тому, чтобы улучшить в целом положение дел в разных государствах-членах Евросоюза. Особенно, конечно, я бы хотел сказать, что важно то, что развитие дел в западной, скажем, центральной части Европы или в восточной части Европы очень критическое. Это очень важно для того, чтобы внутри союзная, европейско-союзная, скажем, проблема, можно было бы лучше решить в плане того, чтобы внутри союзная эмиграция, скажем, с восточной части в западную часть, там проблемы с эмиграцией, с Румынией, Болгарией и других стран. Понятно, что это невозможно решить какими-то пару директивами и так далее, это возьмет времени, но я думаю, что есть и позитивное развитие, особенно я бы все-таки подчеркнул то, что происходит с 1 января в Эстонии. Я думаю, что это должно дать такой позитивный такшок в плане того, что даже имея вот все эти такие черные сценарии, все-таки есть видение или есть реальные действия, которые говорят о том, что система живучая, важная, и та же Эстония как маленькая страна, конечно, мы имеем очень маленькое влияние на положение экономики в целом в Евросоюзе, но я думаю, что та идеология или та, скажем, финансовая политика и в целом экономическая политика здесь все-таки показывает, что это не только какая-то проблема там Брюсселя или Евро как таковой, а это все-таки тоже исходит от того, каким образом принимаются решения в одних или других странах Евросоюза. Поэтому я думаю, что, конечно, 27 государств с разными историями, разным уровнем жизни и так далее, это очень сложная система. Я думаю, что то, что в целом мы видим, какое развитие произошло за последние 10 лет в Евросоюзе, там расширение, новый член, сейчас Эстония в Евросоюз, в Еврозону, так же как бы и Словения, и Словакия, я думаю, что динамизм будет определить, скажем, Евросоюз и следующие 10 лет. Но я думаю, что я не вижу просто альтернатив к тому, чтобы Евросоюз был бы более серьезно взятым не только в плане экономики, но и политики. Есть две концепции, ну как минимум две основных концепции восприятия Евросоюза. Это вот единая экономическая зона и что-то стремящееся к такой политической интеграции, вплоть до такого суперстейта, так скажем. И как вы оцениваете эти две концепции, какая, на ваш взгляд, более адекватная? Я думаю, что более адвокатная это, конечно, второе, потому что действительно, когда Евросоюз был создан многие годы назад, после Второй мировой войны, это было действительно из-за того, чтобы определить интересы в плане экономики, и таким образом связывать те интересы, чтобы уже не возникла почва для конфликтов между, особенно, там, Германией и Францией и другими странами. Я думаю, что с того момента, когда мы говорим о единой, когда у нас имеется единый парламент, это 70-х годов, когда у нас Европейская комиссия, в принципе, как бы суперправительство Евросоюза, когда у нас имеется общая валюта, когда у нас имеется общая единая политика по внешней политике, по безопасности, когда мы говорим о единой политике по энергетике и так далее, ну, это не только экономика, понятно, что это политика, и я думаю, что мы действительно двигаемся в сторону того, что государство, член Евросоюза, сохраняя свою суверенность, скажем, во многих вопросах, все-таки, ну, уже сейчас через договора и через тот же Лиссабонский договор, мы же дадим тоже какую-то часть своего суверенного, скажем, права тем институциям, которые воплощены в жизнь совместно, и я думаю, что мы видим, как роль Европарламента вырастает, например, но в то же время и роль, например, национальных или парламентов, членов государств, так что я думаю, что мы двигаемся по пути, как принято в Евросоюзе, через договора, через легальный механизм к тому, чтобы вот те единые сферы политики были бы больше, более гибкие. У нас, что у нас сейчас проблема, конечно, в том, что вот единая политика, например, сфера внешней политики, она не очень-то сильная, потому что все-таки, чтобы иметь единую позицию 27 государств, например, по поводу Белоруссии или по поводу там восточного партнерства, или, например, по России, понятно, чтобы это было бы единое, но надо урезать многие такие резкие или высказывания, или уголки и так далее, поэтому такая единая позиция, она еще как бы имеет потенциал быть более существенным или сильным в будущем. Ну и, конечно, если мы говорим об Евро, понятно, что без политики, без финансовой политики, экономической политики, без политик внутри стран, членов Евросоюза и на общем плане, без этого как никак невозможно достичь той стабильности, которая нуждается для такой важной финансовой системы, какими являются уже Евро не только в Евросоюзе, а в мире. Кризис, который мировой, по сути дела, последний, в котором мы еще находимся, наверное, он обострил ряд проблемных вещей. В Евросоюзе возникают более серьезные трения в плане эмиграции и внутренних каких-то неинтегрируемых сообществ в больших странах Евросоюза. возникают отношения между, допустим, странами, которые воспроизводят, опять-таки, цыган, которые распространяются по Европе, и их реакции, так скажем, больших стран, как Франция на это дело. И возникают экономические вопросы, страны логичным образом сокращают расходы, народ недоволен, народ идет на улицы, в Лондоне, во Франции. И существуют ли адекватные ответы, на ваш взгляд, сейчас у европейских стран, есть ли единый ответ Европы или это страновые ответы, национальные ответы? Одно дело то, что для Европы демографическая проблема, конечно, одна из самых серьезных, что население стареет, и мы видим, что через 20-30 лет у нас будут серьезные проблемы в целом в Евросоюзе. Поэтому, как бы решить эту проблему, надо иметь разумную политику эмиграции. То политика эмиграции, которая сейчас у нас за последние, там, несколько, может быть, даже десятилетий была, особенно последние 20-30 лет, я думаю, что не дал тех, скажем, результатов, которые хотели бы видеть в разных столицах Европы. И, конечно, то, что ислам получил оттенок фундаментализма таким серьезным образом, который сейчас видится, особенно с последние, там, ну, последние 20 лет, особенно после распада Советского Союза, потому что же, помним, что Ал-Каида была создана уже в 88-м году, не то, что, там, 2001-й год, это уже результат тех событий 90-х годов. И поэтому, конечно, влияние такого фундаментализма в Европе на то, каким образом, например, развиваются внутриполитические ситуации в разных странах. Мы же видим, даже в Швеции очень серьезные изменения внутриполитической жизни, даже в Финляндии. Так что, я думаю, что это такой вопрос, к чему нет единого ответа уж точно. Мы видим заявление, там, Ангеля Меркель, например, что мультикульти – это уже, это все, это прошлое, это не дало тех результатов, которые бы хотели. Мы видим проблем и внутренних, и не внутренних фибросоюзий по вопросам цыган, или по вопросам той эмиграции, которая исходит из Северной Африки. Для Эстонии, например, конечно, поток не такой большой, который мы видим на южных границах Евросоюза, но у нас тоже все-таки имеются попытки вникать в Эстонию, особенно с Афганистана и тех мест. Поэтому, я думаю, что тоже для Эстонии эта проблема будет, например, на следующие 10 лет таким, чем надо работать уже сегодня. И я думаю, что это может действительно влиять на будущее Европы очень серьезным образом, если сегодня все страны Евросоюза не должны заниматься, скажем, вопросами, в первую очередь, темографией и регулированием эмиграции. Потому что мы видели в Европе уже один раз, по крайней мере, за последние 100 лет, к чему может вести вот такой крайний национализм. Но я думаю, что ответ к тому действительно и в том, каким образом Европа может выйти из вот того кризиса экономического, финансового. Я думаю, что состояние дел в Западной Европе, в каких-то государствах, где действительно для социальных нужд вложены деньги, которые как бы уж слишком большие или они не способствуют к тому, чтобы люди были более активными на рынке труда. Я думаю, что это действительно серьезная проблема, когда мы видим, что в Швеции, например, если возьми миллионов людей, один миллион живут только по пособиям. И думаю, что это не очень-то такое, скажем, слишком стратегическое видение будущего, скажем, особенно с 21 века, где-то у нас вот такие всякие проблемы будут впереди. Это вопрос в области безопасности. Сейчас кризис там показывает, наоборот, хорошие результаты, потому что интеграция между такими даже вечными врагами, как Франция и Англия, идет семимильными шагами. Они фактически делят какие-то объекты вооружений между собой и ведут очень большую оптимизацию этого всего сектора. И, соответственно, может быть, где-то более актуальным снова становится вот этот вопрос, оставаться ли Евросоюзу в области политики безопасности в рамках НАТО или же все-таки развивать свои какие-то механизмы европейские непосредственно. Как вы оцениваете этот вопрос? Я думаю, что все-таки я сторонник того, что в Европе, конечно, у нас не все члены Евросоюза являются членами НАТО в западном мире в целом. И я бы сказал, что здесь нет разницы между Европой и Америкой. И я думаю, что мы должны быть более сплоченными сегодня, потому что те ценности, за которыми мы стоим, они, я думаю, что под серьезным прессингом со стороны разных, скажем, центров влияния. И поэтому я думаю, что дублировать свои действия, скажем, в плане безопасности было бы не очень умно. То, что произошло в Европе последние 60 лет, это очень уникально, конечно. И уникально в плане того, что действительно мы сумели строить в Европе сильное демократическое сообщество. И это, я думаю, что ценность, которую мы должны очень серьезным образом защитить от всяких проблем внутренних и тоже внешних. И поэтому, чтобы быть готовым, и чтобы тебя серьезно воспринимали, у тебя должны быть вот те рычаги тоже, чтобы противодействовать тем всяким опасностям, которые существуют в мире. И по этому поводу, я думаю, что то, что развивается в Евросоюзе, это очень нормально. И, скажем, сотрудничество в плане там совместных приобретаний военной техники и так далее. Например, между Эстонией и Финляндией хороший опыт. Хотя мы одна в НАТО, другая нет, мы вместе в Евросоюзе. Поэтому я думаю, что в этих планах такого сотрудничества только плюсы я вижу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...